1159 классов закрыты в регионе на карантин по коронавирусу. С начала недели заболеваемость среди несовершеннолетних выросла в три раза. Чтобы остановить увеличение числа инфицированных в областном оперативном штабе, принято решение освободить школьников от занятий. Каникулы, на которые уходят дети на неделю, это вынужденная мера. Для того, чтобы остановить шквал и рост заболеваемости среди детей, порвать эти цепочки передачи инфекции, неделя, каникул, это достаточно для того, чтобы остановить вот этот большой рост заболеваемости в детских коллективах школьных. И в то же время, так сказать, и сохранить педагогов, которые, к сожалению, тоже в большом количестве сейчас болеют, а это отражается и на качестве учебного процесса. Омикрон, который преимущественно подтверждается у новых заболевших в регионе, отличается от предшественника легким течением. Большинству заразившихся госпитализация не требуется. Сейчас инфекционные койки в детских больницах заняты на 70%. В случае осложнения ситуации их число готово экстренно увеличить. Инкубационный период нового штамма составляет 5-7 дней. Поэтому, считают специалисты, недели должно хватить для того, чтобы прервать эпидцепочки. Мы считаем, это научно доказано, что за период 7 дней произойдет обрыв распространения инфекционной цепочки, и заболеваемость детей должна кратно понизиться. Это поможет разгрузить поликлиники и обеспечить оказание плановой помощи детям. На каникулы отправятся не только школы с 1 по 11 классы, но и некоторые учащиеся среднеспециальных учреждений. Первый и второй курс студентов среднепрофессионального образования, поскольку они являются несовершеннолетними, они у нас находятся на каникулах. Они уже находятся на каникулах. Студенты 4 курса у нас находятся на практике. Студенты 3 курса в рамках предписаний, всех предписаний и соблюдения Роспотребнадзора у нас находятся на учебе. Справка после вынужденных каникул для возвращения к учебе не понадобится, если ребенок в указанный период не болел. Что касается дошкольных учреждений, они пока продолжают работать в прежнем режиме. Продолжение следует...